в очередной раз приветствую всех зрителей моего канала устраивайтесь поудобнее это видео будет долгим и непростым на экране у меня открыто многие так уже сами знают что открыта у меня обложка одного из последних томов манги которую вы в россии знаете как хронику крыльев но это конечно же неправильный перевод там опущено самое важное слово и вообще цубаса это имя имя двух персонажей но об этом вы не узнаете до самого конца той части манги которая вышла и вроде как считается финалом на финал здесь открытый значит причем здесь вообще цубаса сейчас потому что даже среди тех кто только видел арты по гиасу или что-то к чему приложил руку кламп уже пошли разговоры о том что вудин в лучах это просто кламповский дизайн клампом очень сильно пахнет а я об этом говорила сама еще только когда мы увидели кокиса и шутку звала его шариком шаранкун и конечно уже тогда была готова читать кошмарный ужас потому что япония по-другому просто не может толсовая франшиза если вы поближе с ней познакомитесь поймете что она вообще рассчитана на тех кто в аниме и манге прочитала посмотрел все что только можно на данный момент и хочет чего-то такого что выходит за рамки и этого потому что да сейчас я могу сказать уже с уверенностью что он сказаниях самая настоящая каша из всех идей которые были не только в самих играх серии сказаний но и в куче других произведений то есть когда мы не можем придумать ничего своего мы берем гениальную вещь типа цубасы и обзываем весь плагиат сатирой в итоге получается что-то вполне приемлемое что интересно посмотреть почитать даже если у вас вот эта штука прочтена вся потому что казалось бы более исчерпывающей вещи на тему я не твоя сакура или атаки клонов как мы еще по-другому называем в японии не было и вряд ли будет значит в чем здесь принципиальное отличие в цубасе у нас повествование идет наша пати путешествует по мирам и постепенно узнает правду о себе путешествует по куче самых разных миров которые в которых можно наблюдать совершенно другие жизни персонажей которых вы и так знаете из прошлых кламповских произведений чем лучше вы знаете кламповер с чем интереснее вам читать цубасу иначе вы просто не видите все эти отсылки все эти намеки и в общем все то что здесь надо любить теперь вопрос а надо ли это любить потому что те кому нравились произведения их рассчитанные на более нежный возраст аудитории конечно в шоке от того к чему пришли здесь после того как кламп до рисовали свою арку токийское откровение все что было после где уже понадобился лор икс 999 только вавилон и так далее значит что у нас здесь о чем я хочу поговорить я не хочу делать это видео про цубасу я хочу провести здесь некоторые параллели чтобы объяснить в чем разница как я это понимаю и и что именно меня не устраивает во всей этой теме с кисеями которая вскрылась сейчас у нас в терноног в лучах значит как вопрос стоит цубасе в цубасе естественно никаких клонов клонах понятия этого там просто нет все это делается магическим образом будем это называть копией а не клоном так вот хотя конечно все уже привыкли через дефис шауран клон шауран клон а дело в том что он не знал что он клон и вполне себе нормально жил пока не проснулся оригинал когда проснулся оригинал он полностью слетел и стал жестокой майоранеткой каким его и создавали почему потому что в цубасе эти понятия копированное тело то есть генетическая часть и копированная душа они разные и скопировать душу без вреда для оригинала здесь нельзя весь замут основной в цубасе случился в принципе из-за того что фей вон крит это главный антагонист искал способ воскресить одну особу я не хочу сильно спойлерить поэтому рассказываю так чтобы после моего рассказа может быть кому-то было еще интересно всю эту связку хори цубу прочитать цубаса резервуэр хроникл и триблексоголик икс 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 холик потому что это две стороны одной медали и читать их надо вместе прыгая с одной манги на другую в общем это впечатление незабываемое но даже после этого разобраться нормально со сказаниями оказалось непросто так вот в случае с шаураном здесь скопировано только тело душу она просто здесь была не нужна для плана феи вон крита почему шауран клон не был бессердечным монстроидом с самого начала это вопрос к шаурану оригиналу и тому что он сделал там как раз тоже фокус с глазом поэтому я не могу всю эту тему с глазом балора сейчас в лучах воспринимать серьезно для меня это слишком сильное дежавю которое ведет вот сюда шауран пожертвовал своим глазом чтобы прикрепить свою душу к телу этого клона и пожертвовал своим временем откатился в ребенка чтобы весь сюжет цубасы и все путешествие вот этого вот шаурана клона успело развиться там очень сложная тема с платой за желание с магазином йоко весь этот хитсузен и так далее то есть здесь вопрос стоит так что душу без вреда для оригинала скопировать нельзя и соответственно оживить мертвого тоже нельзя на самом деле Клоурид нечаянно смог это сделать и из-за этого у нас и идет весь коллапс вот этот вот всего пространственно-временного континуума где происходят действия цубасочки и всего что с ней сопряжено потому что Клоурид был настолько сильным магом что когда он потерял свою возлюбленную он знал что это ни в коем случае нельзя делать он даже не собирался ее воскрешать но мысль как бы хорошо было если бы она еще хоть раз открыла глаза все таки его голову посетила но результат вы знаете глаза она открыла и пошел такой коллапс на все мироздание из-за этого что починить не можем до сих пор цубаса не закончена там открытый финал была еще одна глава дополнительная даже не глава а арка отдельная с персонажами уже седьмых врат не так давно была она выпущена но это опять же очередная глава их путешествия которая здесь не закончилась и не закончилась там и у вот триплексоголика тоже все стоит на паузе там на клиффхенгере просто насчет вот этой вот Йоко которую пытались воскресить там совершенно страшный момент пошел Зашки Вараша но они так и ничего пока дальше не написали они вдруг взяли развивать дальше свою Сакуру Сакуру собирательницу карт которая тоже теперь уже ее тоже не порекомендуешь детям потому что продолжение там такое что к Цубасе они это дело подведут то есть дети остались без еще одного хорошего детского мультика потому что мультик этот нехороший это кусок кламповерса который в общем вещь страшная но я конечно фанат и я в восторге то есть я в сказаниях ищу чего-то подобного что было здесь и в принципе нашла если бы конечно не факт что это пародия в том числе и на Цубасу если бы не вот этот вот над уровень который не дает все вообще воспринимать серьезно там больше и откровенное уже издевательство над мифологией гениальное но все равно уже издевательство в общем могло бы быть лучше но ладно все равно канал продолжаем вести про то что есть на самом деле так вот по всей этой теме с кюсеями что такое у нас в Цубасе ой господи боже что такое у нас в лучах кюсея после того как я все-таки услышала у своего стримера прочтение первой сцены второй главы четвертой арки лучей разговор Филиппа с Даной некоторые вещи уже можно утверждать на сто процентов то есть это больше не теория ничего что кюсей это материализованное второе я зеркально противоположное своему оригиналу то есть если у нас сам Кагамиши представляет собой нечто такое худощавое женоподобное откровенно отдающее чертами куда-то туда к змеям или я не знаю вообще как это объяснять ну аннунак хрестоматийный мне например больше пояснять ничего не надо я поняла что там про детей богов и мне хватило тем более что в нем течет кровь самой Дану то есть уже есть хорошая идея кто там это Дану каких во всяком случае она сама кровей и все равно вся эта клановая разборка там у нас однозначно между аннуначьими родами то есть ничего по-человечески воспринимать там не надо это просто в принципе неправильно в отличие от Субасы которая про людей то есть это действительно вещь про очень сильных магов про то что действительно не стыдно назвать алхимией души но она основная во всяком случае пати у нас здесь вполне по-человечески читается и понимается за исключением эпизода когда Фай временно стал вампиром чтобы выжить ну в общем не суть сравнивать эти две вещи нельзя и сравнивать мы их не будем мы будем смотреть как эта идея исказилась и во что вообще она превратилась в лучах в лучах зеркальное я которое создает сам Кагамиши и как я уже описала у нас пример есть вот этого вот змееподобного женоподобного черноволосого товарища на полных противоположностях получаем такого крепкого образцового ирландского рыжего парня то есть кюсеи в данном случае действительно очень похожи на людей и будут тоже называть себя людьми но сами их хозяева людьми их не считают и там идет психологический косяк потому что все равно их даже нельзя считать детьми потому что там какая-то психология изначально уже заложена психология что самое худшее рабское то есть отношения все равно там получаются хозяин слуга во второй главе марк даже завидовал кокесу что у кокеса такая особенная ситуация что он может просто от хозяина свалить и вести свою игру потому что вообще в норме кюсеи не может далеко отойти от хозяина физическое тело исчезает то есть как бы двойник второе я материализованное да но это отнюсь не человеческое существо если его не отпустить отпущенная у нас только кария старшая которая была связана с гифьон но это пока тема на вырост персонаж она очень странный и кто хочет представить ее характер что она для самого автора открываем в мифологии не вань здесь сразу скажу еще раз что как таковая ирландская мифология и все вот эти племена кто там у нас туата-де-данан фаморы и в конце там это все дело окончается приходом сыновей миля еще неизвестно какой на них будет у автора взгляд учитывая что это все еще все-таки и сатира потому что когда я села читать общение Водина Рутни Белонга с Байдером тут просто знаете вот реально ощущение что это вот реально опера просто там вот надо реально это все нараспев и совершенно это все уже ну не катит то есть это уже не сказание это уже туда к Вагнеру совсем еще даже в большей степени чем Валькирия Анатомия которая кстати мне довольно сильно нравится я должна честно признаться что да вот уже который подряд интересно и мой канал будет продолжать выкладывать Валькирию Анатомию японскую так что здесь можете на меня рассчитывать если ничего не случится с аккаунтом Валькирия Анатомия у нас на контроле будет по лучам не знаю обещать ничего не могу потому что то что там просматривается в спойлерах мне не нравится ужасно и сама я как-нибудь домучаюсь до прихода Дюка в сюжет а там не знаю посмотрим они конечно периодически радуют чем-то то вот сейчас у нас неожиданно жрец зверя собственной персоной пожаловал босс объем из слэрс все никак не добьем там шкалу надо набивать сейчас процентов 80 готово как только будет готово я выложу на канал последнюю сцену то вот 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 то сейчас при жизни Вудин дизайном порадовал и правда сразу напомнил одну из старших сестер лилуша так что клампом там веет очень сильно от дизайна настолько что я конечно не думаю кому сейчас что кому то сейчас нужен кросс именно вот с Цубасой или с Карт Капчи Сакура как это было в Гранд Блю Фэнтези но с по концепту у клампа есть четкое деление что у человека две памяти так называемая память сердца и память тела и там будет обыграна ситуация когда Шауран забыв все не сможет Сакура убить просто вот рука затормозит с мечом и все потому что сердце забыло но тело помнит и самое интересное здесь что да здесь персонажи и копии и оригиналы в общем то не просто положительные персонажи а там все закрутиться в совершенно безумную петлю и лучше вам это все прочитать есть очень жестокие и кровавые арки после токийского откровения те же самые шахматы на выживание как я их называю я читала Цубасу по ночам под Найтэш атмосфера конечно незабываемая не думаю что я села бы читать Цубасу сейчас это все таки было лет наверное десять уже назад но это незабываемо и клипы конечно некоторые фанатские они до дрожжи пробирают до сих пор и лучше бы конечно цубасе не продолжаться потому что авторы кламп очень жестокие потому что частью этого мультиверса уже стала блот кламп и гордиться здесь нечем это очень кровавая анима прям туда надо реально уже вписывать что они дошли до эра гуру но мы не можем ничего с этим сделать мы можем просто если мы интересуемся Японии принимать все как данность и пытаться оградить от этого детей слабонервных потому что конечно градус растет не по днём и по часам дозволенного в этих произведениях а уж когда вскрылась эта тема что львиная доля условно положительных персонажей сказаний откровенно аннунаки которые еще пробиваются в мифологии и можно еще дополнительно себе позаработать удар ознакомившись мифологической частью которую тоже нормальным людям знать не надо в общем-то если они этим вопросом сами не интересуются то есть это в принципе ненормально что человек садится почитать яркую сказку а его отсылают туда в общем отсылают совсем после этого чтения жизнь не мила станет как раз вот сейчас обсуждали что в японии опять резко выросло число самоубийств я вообще не знаю как они живут вот так вот со своей художкой когда мало того что жизнь тяжелая в мире обстановка накаленная работают на износ ну вы знаете там даже есть этот термин сгорел на работе смерть от переработки и при этом еще и настолько тяжелая художка которая не радует и я могу сколько угодно говорить что сказание это пародия что там много юмора все равно не юморная часть там выносит мозг если ее вообще начинать обдумывать так вот к чему я веду икс и кокис это мы поняли это ситуация именно кюсей хозяин но как быть с третьим иксом по отношению к первому и как воспринимать самое главное к чему я веду как воспринимать всех персонажей сказаний которые отзеркалены сейчас в лучи в принципе все там вполне верны себе если не обращать внимание на неадеквата по имени юри лоуэлл все вполне верны себе то есть говорить о том что там материализация какая-то кривая или это совсем не они тоже нельзя но относительно персонажей астерии это получаются совершенно другие личности из других миров с этим вообще нужно еще будет разбираться как это все устроено потому что это самая такая напряжная часть потому что во второй главе они вспомнили шварц назвали ее богом и здесь уже есть риск что нам понадобится лор вертрунга а это винбрейв который я ненавижу и как бы если сейчас пойдет эта вот завязка вертрунг небелонг и радиант мифологи окажется где-то посередине всего этого астерия в конце а вот этот весь совершенно меня не устраивающий замут вот этой зеркалкой своих же я у истока всего мы потеряем вне адекваты астерию очень быстро мало того что я переживала что у нас там диволока и ее подачи оставляет желать лучшего в tells of innocence tells of innocence r так сейчас ситуация еще сильнее обострилась из-за вот этой темы с кисеями потому что как тогда это воспринимать что тогда груны будет кисеем шварц это уже просто страшно вот значит возвращаясь к лампу у них есть такая прослойка не буду говорить реальности просто прослойка в мироздании которая называется мир сна dream world где можно поговорить по душам в том числе и с умершими и со своими я другими и вообще магии это средство связи используют очень активно в цубасе поскольку в этом мире сна у нас все визуально отображено то есть как бы это сказать персонаж там не физически находится там находится душа но у клампа душа не менее материально чем все остальное душу можно убить там я знаю это становится сложно но в сказаниях еще сложнее потому что там мы имеем дело с целым миром по сути материальных душ терноног не находится в реальности мы пока затрудняемся сказать наверняка как именно он был создан данной но это не физический мир а что касается вот этого кламповского произведения там есть граница там есть мир сна не физический где происходит все вот это вот на уровне душ и все остальные миры по которым путешествуют наши персонажи они вполне себе физические поэтому здесь вы хотя бы голову не ломаете на эту тему там тоже есть разные расы и можно даже встретить персонажей других частей которые ведут совершенно другую жизнь и представляют собой совершенно другое существо в другом мире например та же чьи если она в чобитах у нас ну считайте что робот то у нас есть миры где чьи вполне себе материально господи не материальное а плотское существо с ушками с пушистенькими все нормально то есть у клампов в этом плане действительно интересно смотреть как они обыгрывают на той же самой душе действительно разные инкарнации которые узнаются но то есть как мы шутим сюжет был построен если вы потерялись в новом мире найдите Томоя Томоя куча разных но Томоя все равно всегда Томоя хоть она принцесса хоть она директор какой-нибудь крупной компании хоть что но на Томоя всегда можно положиться и я по такому же принципу выбрала себе в сказаниях Юрия и вы знаете с чем это закончилось отнюдь не так как с Томоя вот то есть кому реально хочется сказания но настоящие сказания какие они есть в Японии но вы чувствуете что вам это тяжело а вот этот концепт с кучей других я совершенно новый и непонятный я рекомендую хотя бы пролистать вот эту вот мангу посмотреть как это было сделано до потому что в Японии вот эта тема популярная ее читали многие и такое ощущение что влияние самого клампа на сюжет во всяком случае лучей сильное уж не знаем действительно самого ли клампа или просто они откровенно воруют идеи которыми они прониклись и пытаются их подать в какой-то новой форме но факт клампом там несет уже просто за версту от лучей это дело только усиливается только набирает обороты и сам концепт он такой что кроме вот этой манги и правильного ответа када на тему но это не шинда мне даже сложно что-то посоветовать то есть я сейчас когда к нам уже пришла туда Лина Инверс рубаки прекрасно лицензированные в России и не одно поколение анимешников на них выросло точно так же как и на таких популярных вещах как Селар Мун которая тоже между прочим если мангу открыть вещь отнюдь непростая сериал был очень сильно изменен и облагорожен и удлинен и в общем ну говорить об этом нечего два разных абсолютно произведения с одним названием манга Мунки и сериал то как бы сейчас уже я не могу всех просто отгонять от сказаний из серии вам это не надо пожалеть и себя потому что здесь у нас теперь Лина Инверс и персонажи которых нету в других играх и люди естественно имеют право играть то что они хотят я же не могу теперь уже мотивировать все тем что Весперия получила абсолютно неадекватный возрастной рейтинг теперь нет теперь проблема в том что Весперия со своим неадекватным возрастным рейтингом у нас в ядре а ядро это притянуло очень много популярных вещей хорошо знакомых нашим фанатам в России и я как бы морально готова делать сделать на своем канале видео такого плана как это какие-то разъяснительные если будут какие-то вопросы потому что писать одно и то же в личной переписке всем индивидуально это тоже тяжело вы понимаете мне проще все рассказать один раз и просто давать ссылку на видео то есть да хоть у нас здесь все читается на японском мы все учим японский и я из-за Юрия вынуждена отказывать во вступлении в наше сообщество по лицам младше 18 лет ну я не могу с этим ничего поделать я говорю у меня уже с ютубом проблемы я не знаю что было в делсе юнити но ютуб мне юнити ставится как 18 плюс я совершенно не понимаю что происходит откровенно говоря не хочу потому что сама я подобные вещи читаю с фильтром я не собираюсь сама там искать никакую грязь дополнительную ее и так видно слишком много но предупредить что вы лезете в такое что если вы пойдете читать мифологию то игра престолов здесь просто отдыхает я видела одну книгу в продаже философии игры престолов я пролистала хохотнула и поняла что да я посмотрела только первый сезон этого сериала супер популярного мне действительно ловить там больше нечего и поскольку сейчас вот эта вот вся жестокость и инфернальность лезет отовсюду то по старинке я все равно конечно и сама выбираю Японию и рекомендовать буду Японию хотя сейчас конечно у нас в сообществе есть уже люди мнение которых мне отнюдь не безразлично которые потихонечку переходят на Китай и Корею но все равно Китай это ничуть не добрее чем то что сейчас делает Япония и то что я сама видела краем глаза в Корее на тему всей этой мифологии там тоже вы сядете читать не сказку вы сядете читать учебник по ядерной физике на китайском языке в первую очередь я еще раз говорю про квантовое сознание цифровку сознания и вообще вещь на позиции что объективной реальности ее в принципе не существует то есть когда начинаете задумываться о чем действительно тот же самый терноног отличается от мира в котором мы с вами живем становится по-настоящему страшно поэтому здесь уже я могу сказать так да это очень интересно мой канал ничего не рекламирует и не собирается но публиковать обзоры даже не обзоры а вот именно вот такие вот дискуссии на заданную тему мы будем в открытый доступ потому что все равно как показывает практика люди пошли как минимум в кристорию которая есть на английском языке и даже уже по реакции запада видно что получили они в этой кристории совсем не то чего они ожидали а мы будучи в курсе того что происходит в японии и мой канал изначально остришье как я уже говорила конечно происходящее в кристории не радует но мы хотя бы понимаем что там происходит спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания